Всем привет. Сегодня 13 марта, 9 часов 30 минут. Я уже подъезжаю к аэропорту Борисполь, где меня ждет моя съемочная группа. Мы сегодня улетаем снимать первый город. Мы летим в Рим, проводим там 3 дня, а потом улетаем в Афины. Предостаточно было челленджа за эти 2 месяца. Просто очень много. Вчера до 2 часов ночи складывал чемоданы. Я не знаю, может быть, что-нибудь забыли. Проверим. Техники очень много, вещей очень много. Погнали дальше. Ну что? Первый совместный перелет. О, ты тоже. Баттл. Баттл объектировал. Подпишись. 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 Надо подписаться. Надо подписаться. Надо подписаться. Надо подписаться. Тоже подписаться. Встречай на свим! Мы же врели. Вы поняли? Да. Мы врели. У нас вечерняя прогулка. Все, что мы нашли, это небольшой супермаркет рядом с нашими апартаментами. И с нами Хасан. Хасан из Бангладеша, уже 5 лет живет в Италии. Хасану 24, в 19 лет он приехал куда-то к Сардинии, ему там нравится. Он уже 4 года живет здесь. Это наш первый переехавший чувак, которого мы терируем в Риме. Это у вас бизнес или я только живу здесь? Бизнес. Вы владеет? Да. Вы его заранее? Сколько вы заранее платите? В каждом месяце 1,600 евро. Сколько вы заранее получаете здесь? Может быть, в каждом месяце. Нет, в каждом месяце это хорошо. Окей, в каждом месяце это хорошо. 5,600 евро. 5,600 евро. 5,600 евро. Короче, 5,600 евро. Так что у вас в месяц это 3,500 евро. Да? Евро. Окей. Ты любишь Рому? Да. Ты хочешь вернуться домой? Нет, я еще 5 лет не был. Я не был в Бангладе. Ты взрослый? Нет. Ты знаешь, где я отец? Украина. Ты действительно? Ты знаешь? Украина. Что ты думаешь о Украине? Да, украина очень хорошая. Украина очень хорошая. Украина очень хорошая. Куда-то приходит. Иногда маленькие пилеры. Все это хорошая. Все это хорошая. Я думаю, что все люди хорошие. Ты веришь? Да. Я смотрю. Все люди хорошие. Это был первый человек, который реально экспат, которого я встретил здесь в Риме, просто покупая продукты. Я не покупаю ничего, если честно. У меня своя водичка, я не кушаю на ночь. А ребята, Саня, подожди. Подхавать нормально, а ты подпихаешь еще, да? Рома, тебе вставай через утра. И с Саней. Ладно, я тоже буду. Окей, окей, окей. Окей, ладно, если с Саней, то можно. Скучать нам терять там, правильно? Алоха, друзья. Мы с вами где? На площади Сен-Пьетро. Короче, история такая. Смотрите, 23.07. И это, на самом деле, итальянское время. В нашем доме почему-то ночью отключили мою воду, и у меня все еще не чистое. Ну, ладно-то, не чистое. Я-то в бизнесе, я-то зашел себе, там душ есть. Практически вы турки же. Вот. И помылся. Вот. А мне так повриться надо. Завтра Катя у нас встречает. Катя. Катя. Едем на другую квартиру мыться. Реально же я не шутил. Мы едем на Убере мыться в другой квартиру. Приключение. В джунгли, в салон. Погнали. Увидимся скоро. Этому дому 170 лет точно, прикиньте. Пойдем посмотрим, ведь здесь никогда не было. Ух ты. Грустец. Вау. Это же жир. Почему мы не жрем здесь? Уходите, аккуратно здесь. Вау, какие двери. Это жир. Мы снимаем кино про гладиаторов. А знаешь, что прикольно самое? Я умею делать вот так, смотри. А зачем тебе футбол? Ты что? Алоха. Друзья, я не знаю, у нас нет никакого сценария. У меня вот рюкзак с техникой, еще один рюкзак с техникой. У меня такая тарелка, которую надо разбить. К нам должна уже прийти Катя. И я, я просто честно вам скажу, я предвкушаю, когда придет Катя, потому что передо мной открылся такой офигенный вид. И этот вид не просто я чувствую глазами, я его чувствую. Вот сейчас кто-то курит, и мне прям даже нравится этот запах сигарет. Мы ведем Катю. Я уже хочу, хочу с ней начать открывать этот город. Когда же это уже начнется? Блин, а мы еще арендовали. Веспа называется, да? Мы арендовали мотороллер Веспа. Это такой ретро-стайл красного цвета. Я никогда не ездил на мотороллерах в детстве. И меня раз прокатили на мотоцикле, я с тех пор, до сих пор боюсь. И я хочу сделать челлендж, сесть на этот мотороллер и прокатиться по римским пробкам. Не знаю, что с этого получится, но это будет моим челленджем на сегодняшний день, в том числе. Смотри, какой вид открывается. Это Оля. Она гример. И, ну, оператор. И, ну, она, блин, главный оператор. Блин, это второй челлендж. Мы не проверили, как это будет выглядеть. Мне это не нравится. Я такой бред восстановлюсь. Я вообще хочу быть настоящим. Если у меня здесь прыщ, пусть его видят. Какая разница? В чем эта красота? Они говорят, лицо не должно блестеть, Андрей. Лицо не должно блестеть. Да, оно не должно блестеть. Но почему оно не должно блестеть, если я блестящий? Мы сделали урок всего лишь за 70 евро. Это они меня уговорили, а он сказал, я посовещался с кем-то. Мне сказали, надо намазать тебе лицо. Почему? Чтобы ты не блестел. Катя! No problem. It was name. It's like I was asking the name. Yes, yes. К нам полиция подошла, кстати, спросила, что за проблема. Я говорю, мы Кате ждем, Кате нет и нет. Уже жарко, уже хочется с ней кофе попить, вопросов кучу задать. Hi. Hi. Can you say it again? Yeah. Aloha. 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 Aloha! Aloha! One more time. Aloha! Вот так мы должны возбуждать тех, кто нас сейчас смотрит. Чтобы не сидеть и не просиживать свое офисное кресло. Не продырявливать свой диван. Друзья, делайте что-то. Берите и делайте. Алоха, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. И это не простой выпуск. Это выпуск о Риме. Но не о Риме, а о достопримечательностях, о его людях, которые когда-то подняли свои места, переехали сюда. Добились они чего-то, не добились чего-то. Сколько здесь, что, как... В этом выпуске... Что у нас будет, Саша, в этом выпуске? И мы с вами находимся. Звук шумно. Шумно. И это первый выпуск. 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 Я хочу вам показать этот город глазами людей, которые прямо сейчас передо мной стоят и мешают мне вас с ним познакомить. Пуск. Выпуск. Пуск. Выпуск. Батарейка села. Ну, что, получится, нет? Конечно. А это вообще жир! Жир! Первый раз в жизни! Ух ты! Ух ты! Ух ты, ушки! Ух ты! Привет! Ну, все. Понятно. Близово, на Близово. Это Вик, тихо тебе. Мы уже у Кати дома. Кто мы? Саня! Самый, самый, самый высокий парниша. Оля! Алоха! Алоха! А вот ее супруг Николо. Чао-какао. Чао-какао, that's what I say in my childhood. Чао-какао, друзья. Мы думали, что мы будем ужинать. Но ужинать мы, скорее всего, уже не будем, потому что здесь никто не готовит. Они питаются в ресторанах, а Катя кушает правильную еду. Мне кажется, я похудею. Как ты думаешь, я похудею за вот эти вот периоды съемок? Я не так боюсь, что ты похудеешь, как сдуются твои сиськи Аполлона. О, видели мои сиськи? Нет, это не Аполлона. Хотя Аполлона, скорее всего. Не знаю, я покажу свои сиськи, скажите, напишите в комментариях. Сейчас мы начнем болтать дома с Катей и ее супругом. Как вы думаете, что я спрошу вам? Я не знаю, честно. Что мы спросим? Скажи мне. Ты счастлива с твоей женой? Конечно, я так. Ты взрослась в другую женщину раньше? Никогда. Что ты знаешь о экс-Советской университете? Не слишком много, чтобы быть честно. Потому что, обычно, мы росли, смотрели фильмы, где люди из УССР были плохой компанией. Как «Киллеры». Мы не знаем слишком много о них. Может быть, я слышал что-то, когда произошло, что произошло в Чернобыле. Потому что я помню, когда я был ребенком, около 7-8 лет. Какой молодец? Какой молодец? Я родился в 79-е годы. Так, 59 лет назад, в августе. Я никогда не встретил слишком много людей из Южной Европы. Может быть, когда я переехал в Лондон. И Лондон. Погнали долбить тарелку. Вчера был для нас всех очень непростой день. Очень много челленджей. То у нас не летал дрон, то мне ребята нанесли за 70 евро макияж, который мы тут же сняли. Из моего вывода мы много лажали. Это была классная, охеренная лажа. Потому что это был первый день, на котором мы много отработали. Еще вчера было прикольно. Я, честно, раз в 5 чуть не ложил в штаны, и я прокатился на Веспе. И когда мы ехали в парке возле виллы Боргеза, и я в 5-й дубль записывал. Алоха, друзья, с вами бывалый путешественник Андрей. Я останавливаюсь, окей, Саня. Я это уже 28-й иду. Еще раз? Идут люди. Андрей, мы вас верим. Мы вас верим. Верим, смотрим. Все, серьезно? Да. А вы откуда? Дверь под ног. Ёптель. Я Экспатов снимаю. Это первый выпуск. Спасибо. Люди меня знают. Верим, прикольно. Мы вас смотрим, говорят. Класс. Офигеть, как приятно. Чего меня смотрят? Вы слышите? Рим, меня смотрят. Вы же смотрите сейчас, правильно? Вот, то же самое. Лайк прямо сейчас ставим, пишем комментарий. Я тебя смотрю. И почему? Напишите, почему смотрите. Нет, это не просто кто-то. Это, это, не, завязывай, завязывай. Это, это чемпион Италии по приготовлению пиццы одевает меня и так близок ко мне. Андрюха и Андрюха. Ну что, у нас сегодня пока все дома. И очумелые ручки, и СМАК, и сам себе режиссер. Давай, Андрюха, покажи. Первый раз в жизни. Это я уже налажал чуть-чуть. Это, видите, не круглая. Это Андрей налажал, это не я. Да я с ней тоже сделаю круглую. Ну, давай. Все, теперь берем себе сюда на руку. Два раза и убили вот эту сыну. Ой, прости меня какая-то. Не, ну у меня хоть что-то получилось вроде. Поправить? Да. Трошки, видите, получилось, что тут тебе тесто нет, а все по бортам. Тебе нужно по бортам больше делать. Это крем из оливок. Так, возьмем дзюки. Тоненько, чтобы они нам прожарились. На зуб пицца. Так, это циккини. Да. Кожна пиццерия, вона під себе, как бы, подстраивается. Если нам надо, у нас такой стиль работы, значит, у нас вот так має бути. Кто-то может прийти и мне доказать, что качалкой лучше. А у меня есть мой смысл, что, если я качалкой разбиваю пиццу, значит, воно тогда не то, что рукою дотрагивается, да? А ты забиваешь тесто. Вот воно рухается, а ты его качалкой просто взял и туда заберешь. Я, как я рукою, то я, типа, чувствую, когда нажати, когда нажати, когда потянути, когда не потянути. Знаешь, в том прикол. И часто, это тесто надувается, оно легкое на желудок и можно есть. И клиенты, которые до нас попадают, переважно, они стоят постоянно. Я заметил. У тебя до сих пор очередь стоит. Обед закончился, блин, а очередь стоит. Не, ну то уже разошлись, а то уже нема. Вот это. Берем еще трошки оливок, чтобы просто, как бы, фишка тоже в пицце, чтобы она была и красивая, и добра, да? Легко. Не? Да, конечно, легко. Это вообще жесть. Вот сюда. Нам надо духовку закидать. Все, 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 да. Я это делаю. Смотри. У меня будет пицца. Класс. Блин, ты вытянул всю пиццу. Реально. Я залажал с тестом, ты вытянул. Я залажал там, ты вытянул. Нормально. Этот момент настал. Та-да-да-дам! Я доволен жизнью. Я доволен Андреем. Я доволен пиццей. Я безумно доволен вами. Правда? Просто, просто... Нет, это слеза пошла. За dedicated Друзья, честно, как бы мы были без ожиданий, и поэтому нет никаких разочарований, и есть только приятные новости. И я не знаю, что как бы случилось, но так приятно Игорь дарит такие 2 работы свои. Одна из них достанется вам. Игорь придумает, за что, что нужно будет сделать, потому что можно ответить на какой-то вопрос. Одна из них будет висеть у меня дома. Да, Юля будет висеть у нас дома. Я знаю, ты рада. Я просто брошу монетку. Если выпадет орел, то я заберу эту. Если решка, то эту. Бросаю просто на пол. В смысле сюда. Выпал орел. Ко мне домой уходит вот эта работа. А это будет доступно вам. Ты хотел уехать жить в Лондон, когда наступил здесь кризис. Ты не остался в Лондоне. Напишите, почему Игорь хотел уехать в Лондон и не остался жить в Лондоне. Да. Правильно. И вот у вас будет, не знаю, наверное, неделя точно того, чтобы, когда видео выйдет, чтобы ответить на этот вопрос. И тот, кто ответит правильно, первый ответит правильно, ему достанется... Ему достанется вот эта работа. Сузанна. Сузанна я зовут? Да. Сузанна. Сузанна. Кстати, я приглашаю всех любителей искусства и не только. Приезжайте к нам в гости. Ребята, вы знаете, где найти информацию, куда приходить в Риме для того, чтобы не только учиться, а не только покупать, а еще и познакомиться с этим замечательным, творческим человеком. Спасибо. Типа, подводим итоги по городу и говорим эмоции. Честно, я такое ощущение, что прям, ну, все, вот, вот, вот. Ну, сто есть вздох, но она стоит не сильно вложиться. Устал. Я болею. Я утром начинал с ними силы, а вечер заканчиваю бананом и фармацитроном. Вот. Ну, как граф. Да, как граф. У нас было 3 героя. Мне кажется, это слишком много. Да, это очень насыщенно. 3 абсолютно разных героя. Каждый по-своему интересен и крут. И ты проживаешь с ними жизнь, ты понимаешь город по-другому. Ну, самое, самое крутое, что мне понравилось, конечно, то, что ты приезжаешь сюда из заснеженного Киева, а здесь в какой-то момент, по-моему, здесь было плюс 20 даже. Да. Мне это нравится, черт возьми. Я хочу жить в стране, где зимой плюс 10 нормальная температура. Вау, это здорово. О, то есть ты приехал сюда? Я бы безусловно. У меня тут вся семья живет. Кроме бабушки, у меня живут в Италии все. Это мой город. Во-первых, мое имя, буковка в буковку и фонетика в фонетику совпадает с названием города. Во-первых, это на ЧСВ дайвит и мне приятно. Кстати, скажи, что мы сейчас находимся в квартире Кати, нашей героини. Катюша, привет. Это, это, это классно вообще. Она разъяснила. Я такой, до этого мы были в квартире Инны, подруги Кати, которая познакомилась. И Кате тоже благодарна за то, что у нас связались. Да, Инна. Мы реально не заплатили, мы сэкономили, не знаю, может быть, 500-600 евро, не снимая вот эти апартаменты. И реальная благодарность. Если хотите жить также, мы напишем внизу, как их найти. Это, в принципе, очень просто. А теперь к тебе. Ты раньше была в Риме, я знаю. Да, несколько раз. Как тебе в этот раз открылся город? Мне понравились места, которые показывала Катя очень. Я бы с удовольствием вернулась в Рим только ради того, чтобы спокойно пройти вот по этому маршруту. Ты бы переехала сюда жить? Да, да, в Италию с удовольствием. Ну, как и еще в десяток других европейских городов. Загнивающий запад, старушка Европа. Вот, не едьте, не едьте. Это нарисованные картины или это? Это все оригинально. Офигеть. Слушай, я только забейте. Смотрите, смотрите, что я нашел. Я нашел здесь эскиз, который просто стоит за шкафом. Но это, это уголь. И он подписан. И он просто не висит, потому что места нет. Все в оригиналах. Класс. Это Бэл. Вечный. Сказочный. Время. Время. Субтитры подогнал «Симон»